Алалюя 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 Поздравляю вас, длинных днём восстан Алалюя Скажи, я победитель Скажи ближнему, ты победитель Если ты дошёл до этого последнего дня Ты победитель Скажи, я ожидаю награду от Бога Я ожидаю его отцепленного присутствия Для него большой ликой славы Алалюя 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 Воздавай нам от Божий Воздавай Богу всю славу Руковьи щильку Алалюя Все народы поклонятся Наша страна Она преклонит свои колени Перед именем Господа Иисуса Христа Алалюя Соживая семья Она преклонит колени Перед Иисусом Алалюя 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 И мы увидим эту великую славу Мы увидим грядущего царя Всех царей Алалюя Все народы на земле Иисусом Иисус Иисус все народы все народы исповедуют тебя иисус господь во веки наш Бог наш Бог всемогущий Бог наш Бог великий Бог наш Бог царствует во веки ведь царствуешь Господь наш Бог всемогущий Бог наш Бог великий Бог наш Бог царствует во веки наш Бог царствует наш Бог всемогущий Бог наш Бог великий Бог наш Бог царствует во веки все народы Все народы на земле исповедуют Тебя. Говори, Иисус Господь, Иисус Господь вовеки веков. Все народы на земле исповедуют Тебя. Иисус Господь вовеки, Иисус Ты, Царь, Царей. Все народы на земле исповедуют Тебя. Иисус Господь вовеки, наш Бог. Наш Бог, всемогущий Бог, наш Бог, великий Бог. Наш Бог, Царствует вовеки, и Царство Его нет конца. Наш Бог, всемогущий Бог, наш Бог, великий Бог. Наш Бог, Царствует вовеки, и Царство Его нет конца. Иисус Господь вовеки, и Царство Его нет конца. Руковнищи, руковнищи, Церковь, прославляй Его имя! Восвеличивай Его в своей жизни! Восвеличивай Его! и и и и и он он кричит его царство на прийти от и не умеет никто не остановит божьего движения никто не остановит его дня и царство твое во веки веков ты царь царей и бог богом и царство твое во веки веков ты царь царей и бог бог Иисус ты царь царей и бог богом и царство твое во веки веков ты царь царей и бог богом и царство твое во веки веков ты царь царей Иисус во веки веков А. а наш бог всемогущий да наш наш бог всемогущий наш бог Говори, мой Бог всемогущий. Твой Бог, великий Бог. Теперь, сестры, утверждайте. В твоей жизни Христос Он царствует. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисус, 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 Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, 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 Иисус. Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, 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 Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. 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 а а а а а а а Да, пребудет нас, Христос, за собой, мой друг, придет. Церковь, Бог, сожги, отвергай, иди, Дух Святой, сойди до нас. Огонь Твоей любви воскрешает нас, приди, Дух Святой, сойди до нас. Огонь Твоей любви воскрешает нас, приди, Дух Святой. Сойди до нас. Огонь Твоей любви. Воскрешает нас. Огонь Твоей любви. 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 Аминь. 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 Христа, которого Ты отправил на эту землю, чтобы Он простил нам все наши грехи, омыл нас своей святой кровью, очистил нас, чтобы мы стали белее снега. Мы благодарны Тебе, что мы сегодня дети Твои, что мы сегодня новое творение перед Тобой. Мы просим Тебя, благослови нас, усиливай Церковь Твою на этой земле, умношай помазание Святого Духа Твоего, благослови весь этот город, всю страну, благослови весь народ, чтобы они познали Тебя, чтобы каждое колено, оно склонилось перед Тобою, и каждый язык-то будет исповедовать Тебя своим личным Господом и Спасителем. И придет Твое Царство, Царство всех веков, и прославится Твое имя, и прославится Твоя жертва, и будет явлено по всему лицу земли. Слава Господня! Во имя Иисуса Христа! Я вижу воскресшего Иисуса, я вижу праведность и жизнь. Я вижу воскресшего Иисуса, дающего победу, смерти, о том победе. Скажи, я вижу воскресшего Иисуса, над ней землею, над всей Российской генерацией, над каждой страной, над каждым городом, над каждым поселком, над каждым населенным пунктом. Я вижу воскресшего Иисуса, дающего победу, смерти, о том победе. Я вижу воскресшего Иисуса, дающего мне милость, равенность и жизнь. Я вижу воскрешного Иисуса, дающего победу, смерть и раду победить. Боже, мы славим Тебе! Слава Тебе! Иисус Христос, Сыншего Бога! За жертву Твою! За кровь Твою! За голдовский крест! За все, Господь! Мы славим Тебе! Мы славим Тебе! За вечное искупление! За жизнь вечную, которую Ты приготовил для народа Твоего! Мы славим Тебе! Славь Его! О, Аллилуйя! 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 Библия говорит – пойте Господу! Пойте не только умом, но и духом Пойте Господу Плод немощно, но дух силен Дух силен В эти дни, в это время По всему лицу земли Дух силен Изменить все В это последнее время Изменить все Мы утверждаем, что воля Божья исполнится Воля Божья состоится Совет Господень состоится на этой земле Во имя Иисуса Христа Все, что Бог запланировал Все, что Он предопределил Состоится Состоится Иисус Христа Молитва вершит историю Молитва вершит историю Я говорю, молитва вершит историю Сегодня твоя молитва Вершит историю Утверждаем, что воля Божья состоится У наших судьбах У наших семьях 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Законы духовные работают независимо, где мы находимся. Написано, кто скупо сеет, тот скупо пошнет. И когда мы благодарим, это тоже посеет. И поэтому ты должен щедро сеять. Ты должен щедро благодарить Бога. И тогда ты будешь щедро пожинать от Бога. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, вокалисты, музыканты. Пусть Бог благословит вас. Благослови 10 человек вокруг себя. Приветствуй. Пусть Бог благословит каждого. Мы счастливый народ. Потому что мы в воле Божьей. Аминь. Я уже сказал, что каждая молитва, и она имеет силу. Абсолютно каждая молитва. И однажды мы увидим, как слово станет плоть. Пройдет какое-то время. Мы не знаем, сколько времени пройдет. Но пройдет какое-то время, и слово станет плоть. Ты здесь? Ты согласен со мной? И знаешь, и по любому поводу, по любому абсолютно. Бог говорит, что я буду отвечать тебе. Если будешь говорить доброе обо мне, буду благословлять тебя. Будешь говорить злое обо мне, буду наказывать. Он говорит, все, что я буду слышать от тебя, то и буду делать. Поэтому это еще раз подчеркивает то, что Бог отвечает на молитву. Он слышит молитву. И Бог точно так же будет делать абсолютно в каждой сфере нашей жизни. Если мы бросаем это семя, если мы закладываем это основание, священное действие, Бог будет менять все во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте вместе откроем. Это 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Написано, но вы, вы, род избранный, царственное священство, народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Бог хочет, чтобы каждый из нас, мы как церковь, мы стали этим царственным священством. Сегодня в этот заключительный день марафона мы говорим о царственном священстве. Как Бог видит царственное священство? Может быть, в нашем представлении, может быть, в твоем представлении, царственное священство – это те, которые царствуют. Но я здесь вижу нечто другое. То есть я здесь вижу, что Бог хочет, чтобы мы стали священниками и царями. Имели царское мышление в отношении народа, людей, чтобы мы не были рабами. Потому что раб, он все постоянно присваивает себе. Раб, он постоянно внутри себя, он не обеспечен. И он постоянно пытается все как бы прихватить. С царским мышлением человек, он раздает. У него другое понимание жизни. Он сеет. Когда мы говорим о священстве, мы говорим о священниках Нового Завета, о священниках, которые могут быть и в мужском и женском лице, о тех, которые священно действуют. Люди, которые священно действуют. Люди, которые могут раздавать свои дары. Люди, которые могут служить своими дарами. Люди, которые могут сеять то, что Бог им дает. Они как сосуд, который переливает в этот мир то, что Бог дает им. И вот это вот священство, оно должно подняться в это последнее время. Ты скажешь, я уже как бы нашел свое место в церкви, я уже стою в своем служении, я уже нашел то место, где я реализую свой дар. Но я хочу сказать, что мы сегодня в процессе. И Бог может перевести тебя на совершенно новый качественный уровень, где ты будешь, если сегодня осоляешь там двум человеком или пяти человеком, завтра можешь осолять пятидесяти человек. И ты можешь переливать, ты можешь стать сосудом уже другого, другой емкости или другого содержания, где ты будешь переливать и осолять больше людей, приводить к Богу больше людей. И Бог хочет, чтобы мы возрастали в этом. Я хочу, чтобы мы сегодня, я в среду начал эту тему о Духе Святом, и мы сегодня пойдем дальше. Мы говорили о том, что можно быть наполненным Духом Святым. Помните, да, мы говорили, когда Дух Святой на тебе, Дух Святой в тебе и Дух Святой с тобой. Это три разных состояния. Три разных состояния, которые может переживать человек. Они разные, хотя мы говорим о человеке и Святом Духе. Хотя, казалось бы, ничего не меняется, ротировки нету. Есть человек, есть Дух Святой, но эти состояния разные. Я хотел бы подробно сегодня поговорить об этом. Дух Святой на тебе. Когда мы смотрим 1 царств, 1 царств, 10 главу, мы видим здесь историю, когда Самуил, вылив сосуд с Илеем на Саула, говорит, что ты пойдешь на высоты, там встретишь пророков, и в 6 стихе говорит, найдет на тебя Дух Святой, Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Это одно состояние. Когда Святой Дух сходит на тебя сегодня, и когда Дух Святой сошел на тебя, ты находишься в определенном состоянии, ты становишься иным человеком. Но это не все, что Бог хочет от нас. Другой пример в Новом Завете, это в Деяниях в 11 главе. Деяниях в 11 главе с 12 стиха. Петр рассказывает ситуацию и говорит, Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной эти шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Когда это в начале? В начале это тогда, когда они были в день Пятидесятницы в горнице. И вот Саул, Корнилий, Саул не знал, что такое, как сходит Дух Святой на человека. Он не знал, что это за состояние. Корнилий также ничего не знал об этом состоянии. И их характеристика начала меняться от того, что на них сошел Святой Дух. Вспомните, Лути 1.35, может записать себе это место, там написано, что ангел пришел к Марии, и он говорит, когда на тебя найдет этот Дух Святой, ты сможешь зачать. То есть без Духа Святого ты не можешь зачать. То есть без Духа Святого ты не можешь ничего зачать от Бога. Но мы же сегодня говорим о том, что нам не только нужно зачать что-то, нам не только нужно попасть в сон пророческий. Ты можешь сегодня прийти на собрание, ты можешь сегодня прийти в церковь, здесь будет также идти молитва, пророческое слово, пророческое помазание. ты попадешь в этот сом пророчестве, в это пророческое слово, пророческое помазание. Но самое важное, чтобы потом вот этот Саул, Корнилий или Мария, чтобы они потом выносили и родили то, что Бог вложил уже в них. Ты можешь сегодня также попасть в этот дом, и ты можешь сегодня попасть в это пророческое помазание, но самое главное не в этом. Самое главное не в этом. Люди говорят, я молюсь на языках, но самое главное не в этом. Ты попал в это состояние, когда Дух Святой сошел на тебя, когда Дух Святой на тебе. Но самое главное не в этом, это только начало. Он сказал Марии, ты зачнешь, когда Он сойдет на тебя, ты зачнешь. И Он говорит, я хочу вести тебя дальше, потому что мы понимаем, что не самое важное, чтобы женщина зачала, самое важное, чтобы она родила. Она не может родиться, и она не зачнет, но зачать это не самое важное. Люди говорят, самое главное, чтобы я приходил в церковь. Это не самое важное из того, что Бог хочет от нас. Потому что Бог хочет большего, чем просто, чтобы мы приходили в церковь. Бог хочет, чтобы не просто Дух Святой был на тебе. Он хочет, чтобы Дух Святой был в тебе. А это совершенно другое состояние. И я хочу открыть вместе с вами это местописание, которые нам говорят об этом состоянии. Это Псалом 138. Псалом 138, 7 и 8 стих. Псалом 50 и 13 стих. Давид был человеком, который знал, что такое состояние Дух Святой в тебе. Давид был человеком, который понимал, что нужно исполняться Духом Святым. Быть наполненным. Не просто попасть в сон пророчести. Саул попал в сон пророчести, а потом... Вы вспомните, как он поступал по отношению к Давиду. Бросал копья, не хотел исполнять волю Божью. Что из того, что он попал в пророческое помазание? Если Святой Дух, он не войдет в нас, если мы не станем жилищем для Святого Духа, мы не сможем исполнить волю Божью. Поэтому, если мы пребываем в состоянии, что Дух Святой сходит на тебя, знаешь, как люди некоторые придут на молитву, и они говорят, я чувствовал, как Дух Святой сошел на меня, это момент зачатия. Но Бог хочет что-то больше. И Он говорит в Псалме 138, Он говорит здесь в 7-8 стихе, Он говорит, куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Зайду ли в преисподнюю, и там ты. Возмурили крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светила, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Он все пропускал через призму, что Он полностью сотворил Богом. Он не просто человек предназначения. Люди так отделяют, как-то странно, знаешь, они говорят, ну вот есть вот мое рождение, вот есть вот моя какая-то жизнь, моя судьба, а вот есть, когда я хожу в церковь. Давид же говорит, Давид же говорит, он говорит, ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Он говорит, Ты это делал. Другими словами, он говорит, мы были связаны с Тобой тогда, когда я еще был, формируем в чреве матери. Мы уже тогда были связаны с Тобой. Я с Тобой, а Ты со мной. Он говорит, ни свет, ни тьма, они не могут нас разлучить. Я не понимаю, говорит, где нет Тебя, потому что Ты везде. И дальше он говорит, славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Душа моя вполне, говорит, сознает это. Душа моя вполне сознает это. Он осознавал то, что Господь контролирует все абсолютно. И сегодня, когда мы говорим о состоянии человека, в котором он может пребывать, когда он приходит в церковь, первое состояние – это когда Дух Святой на Тебе, когда Он сходит на Тебе, как Он сошел на Марию, как Он сошел будь то даже на Саула, на Дом Корнилия, когда они начали молиться на языках. Но это не все, что хочет Бог. Он хочет соединить нас с Собой на Веке, чтобы мы получили это откровение, как говорит Давид, он говорит, душа моя вполне осознает это, что вся наша жизнь связана с Ним от нашего рождения, даже от того момента, когда мы были созидаемы в чреве своей матери. Он говорит, не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, зародыш мой видели очи Твои, в книге Твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Ни одного. И это другое состояние человека. Это другое отношение к Богу и к Духу Святому. Это другое отношение. Он говорит, я не могу без Тебя. Я не понимаю смысл жизни без Тебя, потому что я начал с Тобой, то есть кости мои формировались вместе с Тобой, в Твоем присутствии, Твоя рука это все делала. Это не просто, что я пришел в церковь, ну, в моем лице я пришел в церковь, мне было 29,5 лет. Как будто бы, знаешь, вот до 29,5 лет, как будто бы Бога в моей жизни не было. Люди так вот отрезают как-то и говорят, вот здесь я без Бога, а вот здесь я потом с Богом. Такого не бывает. Когда мы получаем откровение о том, что кости наши формировались по воле Божьей, когда мы сегодня слышали свидетельство о том, что где-то люди молились за 2000 километров, за 2000 километров, люди молились, чтобы воля Божья исполнила, чтобы приехал такой-такой-такой пастор, Бог сказал, кто приедет, и за 2000 километров Бог формировал служителя для этого города. Бог формировал. Не я формировал. Он формировал. Он все это делает. Он формирует кости в нашем чреве матери. Наши кости. Он формирует все в нашей жизни, наше служение, все. Если человек будет подчинен Ему, если человек отдаст себя Ему, если он будет как Давид, Давид говорит в Псалме 50, в 13 стихе. Он говорит, не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего Святого не отними от меня. Это самое страшное, что для него было. Самое страшное. Самое страшное для христианина, для каждого из нас, это то, что было и в жизни Давида. Не отними своего Святого Духа. Потому что это самое близкое, самое родное, что есть у нас. От самого момента, когда формировались наши кости, до момента сегодняшнего нашего служения. Он формировал нас для дня, когда Он нас спас. Даже то, что мы проходили в прошлом, через какие-то испытания, через какие-то проблемы, как мы слышали сегодня, еще раз свидетельство, что я, опять же, если про меня, то я проходил определенные трудности, испытания для того, чтобы сегодня служить этим, другим людям и народу. Этим служить. Своими проблемами, своей болью, своими испытаниями, своим каким-то пройденным путем. И поэтому, когда мы сегодня проходим, послушай, как ты сегодня это проходишь? Как ты сегодня проходишь свою боль? Как ты сегодня проходишь свое испытание? Как ты сегодня проходишь эти сложные какие-то моменты? Если ты понимаешь, что Дух Святой в тебе, Он не просто на тебе, Он в тебе, Он проведет тебя, и ты завтра будешь служить этим кому-то, Он формирует тебя для какого-то определенного времени, для каких-то определенных людей, чтобы потом ты мог этим служить. И когда ты это осознаешь и понимаешь, Давид говорит, я осознаю это всей душой моей. И когда ты это осознаешь и понимаешь, ты начинаешь по-другому относиться к тому, что ты проходишь. 1 Коринфянам 3 глава 16 стих. Апостол Павел говорит нам об этом состоянии тоже, свои переживания. И он здесь говорит о храме, о храме, которым должен стать каждый из нас. И он говорит здесь, 1 Коринфянам 3,16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? В 6 главе, в 19 стихе, он говорит, не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Это другое совершенное откровение, это другое совершенное отношение, это другой уровень отношений с Духом Святым, нежели просто попасть в сон пророческий. Это не просто попасть на молитвенную гору, пророческое помазание, пережить что-то. Это другой этап нашей жизни, когда мы приходим в церковь, мы попадаем в пророческое помазание, мы попадаем вот в это облако славы, и что-то в данный момент, что-то Дух Святой вкладывает, как Он вложил семя в чрево Марию. И мы знаем, что потом родился Христос, это происходит все где-то в начале. Но потом, он говорит, должен прийти другой этап в жизнь каждого христианина, когда он становится храмом для Духа Святого. Он не приходит просто исполняться им в церкви по воскресеньям, потому что он не приходит искать Святого Духа в церкви, потому что Святой Дух уже живет внутри Него. Он сам стал храмом для Духа Святого. Он уже заботится о том, чтобы этот храм был чистый, чтобы там Духу Святому было комфортно. Пойми, когда человек приходит в этот храм, в это место, чтобы здесь встречаться с Богом, он говорит, я пойду в церковь, чтобы там мне встретиться с Духом Святым, пережить эту встречу, пережить это помазание, это неплохо, это понятно, я полностью с вами согласен. Но ты должен понять, что здесь, за то, чтобы приходило это помазание, есть некоторые люди, которые платят цену. Но Библия говорит, что мы должны переходить на следующий уровень отношений с Духом Святым, чтобы мы сами стали храмом, чтобы он уже жил внутри нас, и мы сами следили за чистотой этого храма, и чтобы мы встречались с ним ежедневно внутри своего храма. Он внутри тебя. Он уже не просто на тебе, он в тебе. Он в тебе. Изетиль говорит в 36 главе. Пророк Изетиль, 36 глава. 26 стих. Он говорит, и дам вам сердце новое. Новое. Открыли? И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Дух новый. Я хочу это новое сердце, я хочу это новый дух. Я хочу не просто приходить в церковь, чтобы исполняться Духом Святым. Я хочу большее, я хочу иметь новое сердце и новый дух. Это другой уровень отношений с ним. И он говорит, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Это перемены, которые начинаются в результате наших отношений с Духом Святым. Начинаются перемены. Он вкладывает новое сердце. Твое старое сердце интересовали определенные вещи, они больше тебя не интересуют. Они перестали тебя интересовать. Замечали такое за собой? Начинают тебя интересовать другие вещи. Такие, как священное писание, молитва, какое-то служение в церкви, и отношение с Духом Святым и так далее. Другие вещи. Потому что новое сердце. Новый дух, который жаждет роста, жаждет общения с Богом, и он жаждет постоянного питания. Ему нужно это питание. Раньше такого не переживал, но сегодня человек начинает это переживать, потому что произошла встреча на новом уровне. Бог повел дальше. Он хочет большего, чем просто приходить, как в день Пятидесятницы. Он сошел на них, он крестил их. Но это не все, что он хотел от них. Сегодня открывали уже это место, деяние 1 глава 8 стих. Он говорит, вы должны стать свидетелями до края земли. Он говорит, я умолю Отца, и Он пошлет Святого Духа, и Он сойдет на вас. Это произошло, деяние во 2 главе. Дух Святой сошел на них, он говорит, но это не все. Это нужно вам, чтобы исполнить волю Божью. То есть есть конечная цель, до чего Дух Святой сошел на них или сходит на нас. И Он дальше в 27 стихе говорит, Он говорит, я вложу внутрь вас, Дух Мой. Вложу внутрь вас, Дух Мой. И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. То есть Он хочет произвести совершенно иные перемены. Он хочет вложить внутрь каждого из нас свой Дух. Если на Корнилия сошел Святой Дух, на Саула сошел Святой Дух, на Марию сошел Святой Дух. Это один этап отношений с Богом. Другой этап отношений с Богом, когда Дух Святой уже внутри тебя есть. Когда ты стал этим храмом, когда Он наполнил тебя, когда ты следишь за чистотой в этом храме, освящаешь этот храм, и когда Духу Святому комфортно там. И Он говорит, тогда приходят перемены в жизни человека, когда Дух Святой приходит, когда Бог вкладывает Дух Святой внутри его, Он говорит, вы будете ходить, вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. Вы замечали такое, что для некоторых не составляет труда ходить в его заповедях. Не составляет труда. Некоторые говорят, да, это невозможно. Я не смогу смириться. Я не смогу так измениться. Я не смогу так исполнять. Написано, будете соблюдать и выполнять. Не просто будете читать Библию, вы будете соблюдать и выполнять. И Он говорит, что это сделает Он посредством того, что Дух Святой внутри вас уже есть. И поэтому мы должны, если ты сегодня не можешь исполнять или выполнять Божьи постановления, Божьи заповеди, ты должен тогда просить, чтобы Бог Отец, как Он здесь говорит, «Я вложу внутрь вас Дух Мой». Тебе нужно тогда просить, чтобы Бог Отец вложил внутрь тебя свой Дух. Чтобы Он жил внутри тебя. Чтобы тебе стать храмом. Не просто приходить в храм, чтобы делать какой-то религиозный обряд. Вы понимаете, что сделал сатана? Он из церкви сделал место, где производится религиозный обряд. Люди приходят, они говорят, «А вот как?» Они говорят, «А вот туда, за свечки ставь, за упокой, за здравие перекрестись, поцелуй, еще что-то». Это все религиозный обряд. А Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты перешагнул на следующий уровень отношений со мной. Чтобы ты просил, чтобы уже я вложил свой Дух внутрь тебя. Чтобы ты исполнял мои заповеди, а не просто ставил свечи. И поэтому мы должны понимать, что есть разница в том, Дух Святой на тебе или Дух Святой в тебе. Я лично эту разницу вижу в жизни народа Божьего, который окружает меня в жизни вашей. Я вижу это в жизни помощников. На нем есть или на ней есть Дух Святой? Он в ней или на ней? Он в нем или на нем? Большая разница. Вроде бы персонажи те же самые, да, Дух Святой и человек. Но вот функциональность и уже как бы поступки, дела, они разные. И поэтому я хочу, чтобы мы сегодня, анализируя это, в конце служения, молились об этом. Если ты еще не пережил, что значит вложить внутри тебя Дух Божий. Как Он может быть вложен, когда Он живет внутри тебя? Кто понимает, о чем я говорю, что Он живет внутри тебя? Много людей, но не все. Он живет внутри тебя. Люди этого мира, которые не знакомы ни с Духом Святым, ни с Иисусом Христом, они не могут понять, о чем ты говоришь. Об этом сказал Иисус, они говорят, они не смогут понять тебя. Когда Он живет внутри тебя, тебе легко исполнять волю Божьей. Тебе легко подчиниться Богу, легко ответить на Его призыв. Когда Он говорит, кто пойдет для нас? Исайя говорит, вот я, возьми меня, я пойду. Я исполню это во имя Иисуса Христа. Почему? Потому что Дух Его в нем. Ему легко исполнять волю Божьей. Ему легко смириться. Почему человеку трудно смириться и легко смириться? Да потому что, когда Дух Святой внутри, у Иисуса Христа Он был внутри, и Он смирялся, хотя плоть не хотела идти на крест, но Он говорит, я принимаю то, что говорит мне Отец, и я буду исполнять Его волю во имя Иисуса Христа. А Петру сказал, отойди от меня, сатана, ибо ты для меня соблазн. Легко исполнять волю Божью, если Дух внутри тебя. И последнее состояние человека, который общается с Богом, это Дух Святой с тобой. Это, наверное, самая заключающая форма общения, что хочет Господь в жизни каждого из нас. Он не просто призвал нас. Он не просто собрал нас вместе. Он не просто послал Святого Духа на эту землю. Он не хочет, чтобы мы исполняли религиозные обряды. Он хочет большего, чтобы, во-первых, Дух Святой жил внутри нас, чтобы дать нам новое сердце, новый Дух, чтобы мы исполняли Его постановления и Его желания. Но также Он хочет, чтобы Дух Святой уже был с нами. Это другое. Ты сейчас поймешь. Это другое. Давайте откроем один пример. Это Деяние, 13 глава. Деяние, 13 глава, 2 стих. Написано, когда они служили Господу и постились. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому я призвал их. Кто призвал? Иисус. Кто призвал? Отец. Дух Святой. Он хочет не просто, чтобы человек исполнял религиозные обряды. Он хочет, чтобы не просто человек молился на языках. Когда он сошел на Саула, Саул пришел в состояние, он стал другим человеком. Дом Корнилия, когда посетил Святой Дух, они начали молиться на языках. Но Дух Святой хочет большего, чтобы человек стал храмом для Святого Духа. И на этом он не останавливается. Он хочет больше. К тому времени апостол Павел уже был 13 лет верующий. 13 лет. 13 лет верующий. Во Христа он ходил со Христом 13 лет. И он пришел к этому состоянию, когда Святой Дух увидел, что он готов. Он готов, чтобы Святой Дух повел его. Мы открывали эти примеры в среду на прошлом служении, когда мы говорили о том, что... Помните, приводили примеры, когда он был руководим Святым Духом, и Святой Дух не допускал его в некоторые города по причине того, что он хотел его видеть совершенно в другом месте. Он был движим Святым Духом. Так вот, когда мы говорим, что Дух Святой с тобой – это состояние человека, который движим Святым Духом, он идет туда, куда его ведет Святой Дух. Он делает то, что говорит ему Святой Дух. Он не просто наслаждается Его присутствием, а он уже делает то, что говорит ему Святой Дух. Он говорит, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, Дух Святой сказал, как важно Святому Духу дать возможность сказать. Я хочу, чтобы в этой церкви Святой Дух всегда мог говорить, чтобы мы не смогли остановить голос Святого Духа. Как мы можем остановить? Мы можем остановить его тем, что мы говорим, мы не хотим слышать Духа Святого голос, мы знаем, как лучше, мы знаем, как надо, мы знаем, как точно будет. А Дух Святой говорит, а я не хочу, чтобы ты, конкретно апостолу Павлу говорит, я не хочу, чтобы ты шел в Траду, я не хочу, чтобы ты шел в тот-то город, в тот-то город, я хочу, чтобы ты шел в другой город. И так далее. То есть мы находимся в состоянии, когда Святой Дух управляет нашим хождением. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты приходишь к возрасту тогда, когда Святой Дух говорит тебе, куда ты должен идти, с кем встретиться, что говорить, что делать. И это другое состояние. Оно отличается полностью. Ты понимаешь, что люди, которые просто исполняются Духом Святым, Он сходит на них. Они получают какое-то водное, вернее, крещение Духом Святым. Они получают какое-то вот это состояние, они говорят, Дух Святой сошел на меня, мурашки какие-то побежали по спине. И так далее. То есть это совершенно иное, нежели тогда, когда Дух Святой говорит тебе конкретное задание и ждет тебя на этом месте, и ты выполняешь его, и Он хвалит тебя. Это вообще совершенно иное. Хотя опять мы говорим здесь человек и Дух Святой. Это опять мы говорим. Я говорю сейчас про себя. Было время, когда я первый раз исполнился Святым Духом. Я так жаждал этого, чтобы Он сошел на меня, и я начал говорить на иных языках. Я так жаждал этого. Он сошел на меня. Я начал молиться на иных языках. Но я понимал, что это не все, что Он может дать мне. Мне нужны были отношения с Ним. Я начал молиться Ему о том, чтобы Он вселился в меня. Чтобы Он вселился, чтобы я стал храмом. И третье состояние, когда Дух Святой с тобой, когда ты говоришь, Дух Святой, ходи во мне. Возьми полностью меня. И ходи во мне. Иди, веди меня туда, где ты хочешь, чтобы я был. делай через меня то, что тебе угодно. Это другое состояние. Приведу еще один пример. Это Исайя, 43 глава. 43 глава. Пятый стих. Пятый стих. Он говорит, не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, ибо я с тобой. Вот когда Исайя пишет эти стихи, или когда он получил от Бога эти стихи, я думаю, это то же самое, как мы сегодня получаем от Бога подобные вещи. И когда мы сегодня слышим от Бога, когда Он говорит, не бойся, я буду с тобой, мы понимаем прекрасно, что речь идет о Духе Святом, который каждый день с нами. И Он хочет вести нас. И мы видим, что в Ветхом Завете Дух Святой также с некоторыми людьми сотрудничал. С Давидом, Самуилом, ну не будем всех перечислять, да, конкретно с Исаи и так далее. И он говорил то же самое, что сегодня говорит, он не изменился, хотя мы знаем, что пророк Исаия, он жил там приблизительно, опять же, да, где-то за 500 лет до рождения Иисуса Христа. Приблизительно. И мы знаем, что сегодня еще две тысячи лет прошло, за две с половиной тысячи лет до наших дней Дух Святой говорит это пророку Исаии, говорит, не бойся, я буду с тобой. Что изменилось сегодня? Ничего. То же самое послание мы сегодня слышим с небес, конкретно в свою жизнь, когда ты становишься человеком, который начинает ходить с ним, сотрудничать с ним. Когда он говорит, я хочу быть с тобой, Дух Святой хочет ходить с тобой. И он говорит, я хочу идти с тобой. Я не хочу просто встречаться с тобой в церкви, где ты делаешь религиозный обряд. Мне, говорит, даже недостаточно того, что я стал внутри тебя этим, что ты стал храмом, а я внутри тебя поселился и живу. Мне недостаточно этого. Я хочу исполнять волю Отца, волю Иисуса через тебя. Я хочу прославить Иисуса на этой земле. Ведь Дух Святой для этого послан, чтобы прославить Иисуса на этой земле. И мы сегодня, мы сегодня как инструмент в руках Божьих, чтобы прославить Иисус. И мы сегодня должны переходить из одной стадии отношений с Духом Святым в другую. Я не знаю, в какой ты сегодня, но сегодня то время, сегодня мы говорим, что седьмой день поста молитвы, выход из поста, вечеря, сегодня обновление завета, сегодня начало года, поставь какую-то цель. Мы говорили сегодня о том, что каждая пророческая молитва это семя, которое будет прорастать и пробьет любой асфальт во имя Иисуса Христа. Амин. И мы говорим сегодня то время, когда ты начинаешь переосмысливать свои отношения, расширяешь священодействие в своей какой-то вот домашней, может быть, церкви или поместной церкви или экономике, ты расширяешь священодействие. Мы говорим, что этот 2023 год это год усиленного поиска Бога во имя Иисуса Христа. Мы говорим о том, что без общения со Святым Духом ты не сможешь усилиться в поиске Бога, потому что Он поведет нас. Мы просим сегодня Отца, чтобы Он вложил это новое сердце, новое сердце. Даже ты скажешь, я уже давно пришел к Богу, Бог давно мне вложил новое сердце, но тогда сегодня можно молиться такой молитвой. Обнови, обнови, очисти еще больше, освети еще больше, обнови нас до новых отношений, потому что когда Он пришел к апостолу Павлу, Он уже 13 лет был верующим, Бог уже через Него какие-то вещи делал, но настал тот день, тот день, когда Дух Святой говорит, отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому Я призвал их. Я прошу сейчас Святого Духа, чтобы Он взрастил в нас, Взрастил в нас служителей Своих, которых Он сможет отделить. Я хочу попасть вот в этот возраст, когда Дух Святой дает оценку, и Он говорит, ты созрел для того, чтобы я смог отделить тебя, отделить тебя, отдели меня, Святой Дух, отдели меня для дела служения твоего, чтобы я смог еще больше приносить плода для твоего царства, чтобы я смог еще больше людей спасать для твоего царства. Отдели каждого из нас, пусть произойдет этот духовный рост внутри каждого из нас во имя Иисуса Христа. Пусть народ твой переходит из одних отношений с тобой в другие. Пусть потечет эта река жизни во имя Иисуса Христ Пусть придет обновления нашего сердца обновления нашего духа, потому что слово твое говорит, что ты вложишь внутрь нас это новое сердце, этот новый дух. Пусть придет обновление обновления 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 во имя Иисуса Христа. Я молю тебя отец особо за тех людей, которые еще не познали тебя. За тех людей, которые еще никогда не встречались с тобой. За тех людей, которые никогда не переживали это состояние. Что значит, когда Дух Святой, Он поселяется внутри нас. Что когда Он поселяется внутри нас, как в храме. И Он живет в нас. И Он учит нас. И Он руководит нашей жизнью. И Он направляет стопы ног наших. Во имя Иисуса Христа. Я прошу тебя, благослови Твой народ. Переводи нас на новый уровень познания Тебя. Во имя Иисуса Христа. Пусть исполнится воля Твоя. И совершится тело Твое. Во имя Иисуса Христа. О, Аллилуйя! Ты должен понять, что Дух Святой, Он не будет никого заставлять переходить тебе в новые отношения с Ним. Он не имеет такую натуру. У Него другая сущность. Он ждет тебя. Он ждет тебя. Если ты находишься в состоянии, когда Дух Святой на тебе, когда ты просто исполняешься Духом Святым, молишься на языках, приходишь в церковь, чтобы обновляться раз в неделю, раз в две или два раза в неделю. Кто-то приходит еще реже, раз в месяц обновляться сюда, исполняться Духом Святым. Он хочет перевести на новый уровень. Он хочет перевести на новый уровень, когда Дух Святой Он поселяется внутри человека, когда ты становишься храмом, когда Он наполняет тебя. Но Он хочет, чтобы ты, ты вовлек Его туда, чтобы ты позвал Его и сказал, я хочу этого перехода, я хочу новых отношений, я хочу, я хочу. И еще больше Он хочет, чтобы вывести тех, которые уже стали храмом, которые имеют общение с Ним. Он хочет, чтобы они позволили Ему, чтобы Он вел их, чтобы Он был с ними, чтобы Он вел их через воды, через огонь, чтобы Он вел их туда, где Он ожидает их, чтобы Он вел их туда, где будет прославлен Иисус во имя Иисуса Христа. Ты один святой, слабый, достоин, только ты, прекрасный Бог. Благословенный, благословенный, во славе грядущей, посиди на Боге свой храм. Благословенный, во славе грядущей, посиди на Боге свой храм. Благословенный, благословенный, во славе грядущей, посиди на Боге свой храм. Благословенный, благословенный, во славе грядущей, посиди на Боге свой храм. Благословенный, благословенный, во славе грядущей, посиди на Боге на Боге свой храм. Ты один святой, слабый, достоин, только Ты прекрасный Бог. Ты один святой, слабый, достоин, только Ты прекрасный Бог. Ты один святой, слабый, достоин, только Ты прекрасный Бог. Ты один святой, слабый, достоин, только Ты прекрасный Бог.